Всем привет! С вами снова Алексей Шуваев. Почти год назад я выпустил ролик о том, как на собственный дом площадью почти 200 квадратных метров установил солнечную электростанцию. Вот здесь вот будет ссылка на этот ролик, и его можно посмотреть, чтобы освежить в памяти. За этот год прошло достаточно многое. Накопил опыт эксплуатации, я собрал статистику в работе электроэнергии. Об этом я расскажу ниже. В самом начале весны, в марте, у нас грянула пандемия, начался период самоизоляции, и это было неплохим испытанием для проверки всех инженерных систем различных домохозяйств. Самоизоляция вскрыла действительно весь подход к организации жизни. Это касается и инженерных систем, и возможности пребывания дома длительный период. О том, что в моих системах помогло во время этой самоизоляции, как работали все инженерные системы, и что можно улучшить, я обязательно расскажу. Поехали! Это еще не большой пи***ц, о котором так любят говорить выживальщики, но тем не менее, испытание всех инженерных систем прошло полный круг. Когда я проектировал дом, я изначально закладывался на то, что могут быть проблемы с любимыми инженерными системами. Будь то электричество, тепло, вода и так далее. Начнем, пожалуй, с воды. Основной источник воды у меня из скважины, но тем не менее, на участке есть колодец, и в случае отсутствия электроэнергии, либо проблем с насосом, я могу просто начерпать водоведром. А что касается тепла, то вопрос я решал еще на стадии проектирования. Дом у меня достаточно теплый, а отопление идет теплыми водяными полами. Толщина бетонной стяжки 10 сантиметров и более. То есть теплоемкость у нее достаточно серьезная. В отсутствии электроэнергии, когда котел не работает, дом остывает на 3-4 градуса в сутки при заборной температуре порядка минус 20 градусов. То есть без особых проблем я могу прожить 2-3 дня, не вводя в эксплуатацию резервную систему отопления. Тем не менее, у меня есть место для установки газового котла, который уже имеется в резерве, и отопления обычным баллонным газом. В итоге, если случится большая катастрофа, то можно подключить газовый котел. А в крайнем случае, к этой же водяной системе отопления подключается обычный твердотопленный котел и топится дровами. Во время пандемии очень многие уехали за город, начали эксплуатировать свои дачи, либо домики. И возникла большая проблема с электроэнергией и доступом в интернет. Начну, пожалуй, с электроэнергии. Итак, солнечная электростанция. Действительно оказалась очень действенной штукой не только во время перебора с электроэнергией, но и при полном ее отсутствии. У меня уже есть статистика сбора электроэнергии практически за год, и она у вас на экране. Видно, что в весенний, летний и осенний период энергии достаточно для поддержания функционирования дома. Тем не менее, зимой выработка электроэнергии практически равна нулю. У меня довольно часто спрашивают, можно ли отапливаться энергией, полученной от солнечных батарей. Посмотрев на этот график, вы можете сами посчитать, насколько часов работы электрического обогревателя хватит энергии, выработанной за целый месяц, за декабрь. Итак, солнечная электростанция может обеспечить частный дом электроэнергиной в полной мере весной, летом и осенью. Но с некоторыми оговорками. Я посчитал, сколько же потребляют электроприборы за один цикл работы. Например, посудомоечная машинка за один цикл мойки потребляет около 1 кВт-часа. Хлебопечка потребляет 0,7 кВт-часа. Стиральная машинка потребляет чуть больше 1 кВт-часа. А бойлер за нагрев воды от 5 градусов до 60 потребляет больше 5 кВт-часов. Итак, если посмотреть, то больше всего энергии уходит именно на нагрев жидкости. Поэтому я отказался от электрочайника, электроплиты и электрического духового шкафа. Поэтому у меня есть газовая плита и газовый духовый шкаф. В случае отсутствия электроэнергии, выхода из строя основных сетей, отсутствия солнца и посаженных аккумуляторов, и даже если у меня накроется генератор, я все равно смогу готовить еду на баллонном газе. Что касается доступа в сеть, то очень многие почувствовали проблему, когда началась пандемия. Выехали на дачи, выехали в частные дома, нагрузка на сотовые сети резко возросла, и сети стали просаживаться, доступ в интернет практически отсутствовал. Здесь очень хорошо меня выручила направленная параболическая сетчатая антенна. Объясню, почему именно такой выбор. Сетчатая антенна обладает практически нулевой парусностью, то есть ее не будет болтать ветром. Направленность антенны позволяет, во-первых, усилить сигнал, а во-вторых, узкий радиолуч позволяет выбрать базовую станцию, которая наименее нагружена. Соответственно, и скорость интернета у меня будет выше, чем у тех, кто находится рядом, но не направленной антенной. Ну а для доступа в сеть я использую российский роутер-микродрайв с двумя сим-картами. Очень удобная штука. Если одна сеть проседает или интернет там отключился, роутер автоматически переключается на вторую сим-карту резервную, и доступ в интернет продолжается. Очень удобно, потому что сам роутер находится у меня в непосредственной близости от антенны. Нет длинных кабелей, в которых идут потери сигнала, поэтому скорость получается существенной. Я на своем роутере видел скорость больше 90 мегабит в секунду, то есть это сравнимо с обычным проводным доступом в обычной квартире. Еще несколько нюансов по эксплуатации солнечной электростанции. К сожалению, до сих пор еще не работает до конца закон продажи частными лицами сгенерированной электроэнергией в общую сеть. Поэтому эту энергию надо как-то сжигать, для того, чтобы она просто не пропала даром. Например, днем светит солнышко, но потребление у нас 300 ватт в час, и вся остальная электроэнергия с 2,5 кВт солнечных панелей просто пропадает. Для этого я большую часть энергозатратных работ перенес именно на дневное время. Например, стиральная, посудомоечная машина или хлебопечка запускаются именно днем, когда выработка максимальна. Кроме того, триммер и газонокосилка у меня используются электрические и кашают траву преимущественно днем. Светит солнышко, даровая энергия, ее нужно тратить. Кроме того, бойлер у меня работает либо по ночному графику с 23 до 7, когда электроэнергия наиболее дешевая, либо часов с 11 до 18, когда на солнечной панели падает свет. Итак, энергия, которая выработалась, должна быть полностью утилизирована. Я ее стараюсь утилизировать максимально. Соответственно, и счета за электроэнергию у меня снижаются. Те, кто внимательно смотрел мой прошлогодний ролик, обратили внимание, что у меня был установлен вот этот вот инвертор от компании Solar Works. Сейчас он сойдет и объясню почему. Сам инвертор является комбайном, в котором сразу совмещены инвертор и солнечный контроллер. Инвертор мощностью 5 кВт и более того, там два солнечных контроллера по 2,5 кВт каждый. То есть можно подключить два блока панелей. Это очень удобно, если панели расположены на разные стороны света. Либо имеется большая мощность, которую переварить не так просто. Но он не лишен недостатков, о них я поговорю чуть позже. Сейчас же у меня установлена солнечная электростанция от компании MicroArt. Это солнечный контроллер, который находится вот здесь вот. И инвертор мощностью 6 кВт. Объясню поподробнее, почему я решил сменить оборудование. Инвертор от компании Solar Works. Это комбайн и он действительно очень хорош. Повесил на стену, подключил вход, выход питания, подключил солнечные панели, аккумуляторы и можно работать. Он действительно очень хорошо подкачивает энергию от солнца. Поставили приоритет питания от солнечной энергии и он качает максимум. Но есть у него пара недостатков следующих. Он работает от 48 вольт, то есть необходимо составить банк аккумуляторов на 48 вольт. Это 4 обычных аккумулятора, соединенных последовательно. В случае, если один аккумулятор выходит из строя, по сути все 4 надо сразу менять. Гораздо удобнее, если бы было на 24 вольта, то есть уже резервирование как минимум в 2 раза. То есть было бы 2 банка по 24 вольта из тех же 4 аккумуляторов. Кроме того, у него есть еще один недостаток, это его шумность. Понятно, что в таком маленьком корпусе обработка всей электроэнергии будет выделять немало тепла. Поэтому там установлено несколько кулеров. И когда они шпарят на всю катушку и выработка солнечной энергии 2,5 кВт, то они создают достаточно ощутимый шум. Хорошо, когда инвертор установлен где-нибудь в гараже, либо в техническом помещении вдали от дома. У меня же техническое помещение находится практически по центру дома и из-за обывания кулеров слышно достаточно хорошо. Также за время эксплуатации я замечал следующую ситуацию. У меня питание от внешней сети приходит достаточно нестабильно. Напряжение бывает и 140 вольт и 260 вольт. То есть скачет очень прилично. Поэтому я поставил при входе в дом стабилизатор напряжения. Когда этот инвертор работает и подкачивает от солнца максимум энергии, мы ее потребляем. Например, работает бойлер, посудомоечная машина и потребление 2,5 кВт всю солнечную энергию мы съедаем. Как только бойлер отключается, а он мощностью 1,5 кВт, эти 1,5 кВт куда-то надо деть, потому что от солнышка они до сих пор идут. Если аккумуляторы полные, то происходит скачок напряжения в обратную сеть. Он длится какие-то доли секунды, но тем не менее этого хватало моему стабилизатору, чтобы уйти в ошибку. То есть происходит обратный скачок напряжения. Стабилизатор уходил в ошибку и приходилось его перезапускать. Не очень удобно. Если нет стабилизатора и у вас не скачет так напряжение, то на это можно не обращать внимания. Если же такое есть, знайте, что это не проблема инвертора. Это скорее проблема стабилизатора. Можно ли с этим мириться, каждый решает для себя сам. Я решил попробовать другой вариант. То есть этот инвертор с солнечными контроллами действительно достойная штука. Его не стоит списывать со счетов. Просто есть некоторые нюансы. Теперь пришла пора поговорить о солнечной электростанции от компании MicroArt. При мощности солнечного контроллера в 100 Ампер и напряжении на аккумуляторах 25-26 Вольт, он может выдавать все 2500 Вт от солнечной батареи. Это неплохо. При напряжении банка аккумуляторов 48 Вольт, он, соответственно, может выдавать 4800 Вольт. Ну и далее, если напряжение будет расти. То есть он может пропустить через себя 100 Ампер. Запомните эту цифру. Плюс его таковы, что он абсолютно беззвучен. У него очень мощное алюминиевое ребрение и идет охлаждение естественным путем. При этом, если выработка приближается где-то к 60-70 Амперам, то он начинает ощутимо греться. И при выходе температуры выше где-то, по-моему, 50-60 градусов, производительность его заметно падает. Поэтому я подключил отдельно пару кулеров с обеих сторон, которые включаются автоматически в случае достижения температуры до заданного значения. Плюс в том, что перерабатывают высокие токи. Минус в том, что без вентиляторов он полную мощность выдать не может. Что касается инвертора, то он обладает мощностью 6 кВт и работает от 24 вольт. То есть те аккумуляторы, которые у меня были, 4 штуки по 12 вольт, я разбил на 2 банка, 2 штуки по 24 вольта. Кроме того, у меня были панцирные аккумуляторы Тюменской компании. И они до сих пор работают, им уже лет 5. Они продолжают трудиться. Что интересно, инвертор выпускается как в обычном блоке, так и в исполнении для серверной стойки. Я выбрал именно этот вариант, потому что он очень удобен в монтаже. К тому же все выключатели, все выходит на переднюю сторону. Нет необходимости тянуться назад. Кроме того, есть сервис, который позволяет дистанционно мониторить состояние сети. И, что важно, оповещение по электронной почте. Он отправляет сообщение на мою электронную почту, когда отключается сеть, либо она появляется. Сели аккумуляторы, либо что-то еще. Вот так вот. Итак, пришла пора подвести итог. Все мои расчеты на полуавтономное или автономное существование в доме действительно оправдались. Во время самоизоляции я совершенно не переживал по поводу отсутствия электроэнергии во время гроз, либо каких-то проблем на подстанции. Потому что у меня было резервное питание от солнечной электростанции. Когда приехали дачники и сеть у Билайна просела 40 мегабит до одного, я переключился на другую сим-карту и смог спокойно работать и смотреть фильмы во время самоизоляции. Это тоже очень хорошо. Тепло, вода, все это было. Поэтому в частном доме можно жить не просто комфортно, а даже гораздо удобнее, чем в обычном многоквартирном доме. Хотя бы потому, что всегда есть возможность выйти и погулять без оформления пропуска. Ну, а с вами, как всегда, был Алексей Шваев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok